Социолог и политический эксперт Игорь Эйдман присоединяется к нашему эфиру. Игорь Виленович, приветствуем. Здравствуйте. Добрый день. Игорь Виленович, говорили и с предыдущим спикером, и вот в сюжете от Ольги Курносовой прозвучала версия, что в принципе Путин как таковой уже от власти практически, ну не то что отстранен, а вот уже это какой-то коллективный Путин, потому что выезжают на все эти обнимашки, рукопожатия, это двойники. То есть и речи, скорее всего, тоже говорили двойники, да. Возникает вопрос, Путин является главнокомандующим, который в принципе и отдал приказ о полномасштабной войне. Кто сейчас, по-вашему, если вы, конечно же, согласны с версией предыдущих ораторов, отдает вот эти вот локальные приказы о бомбежках, возможно, о теракте на ЗАЭС, который готовят оккупанты. Кто сейчас принимает вот такие военные решения? Нет, я не согласен, что Путин отстранен от власти, или что там какой-то коллективный Путин появился. Путин, наоборот, скажем так, наиболее автократичный, наиболее такой диктаторский правитель в России со времен Сталина. Да, никто даже в постсталинское время не мог настолько сконцентрировать власть в своих руках. Безусловно, все стратегические решения тоже принимает он. Другой вопрос, что он стар, ленив, при том, что он как бы обладает полнотой власти, он не в теме, не погружен в ситуацию. Он пользуется той информацией, которую поставляют ему его подчиненные. А информация эта рассчитана на то, чтобы поддерживать его в состоянии счастливого дедушки и ни в коем случае не расстраивать. А наоборот, все время успокаивать и одобрять. Поэтому, при том, что у него в руках сосредоточена вся власть, он при этом совершенно оторван от реальности. И это для российского режима и для Российской Федерации как государства в принципе довольно опасная ситуация. Потому что он принимает решения, принимает эти решения единолично, значит, на основе ложной информации. И решения эти чаще всего бывают неверные. Таким образом, я вижу такую ситуацию. Более того, вокруг него тоже старички-силовички, которые мы видели там на Совете Безопасности, их помятые, пропятые, опухшие старческие физиономии, они тоже не в полной мере контролируют ситуацию. И тоже старые уже, ленивые, сиборитые, абсолютно не готовы, знаете, как сталинские наркомы, там, значит, работать по 20 часов в сутки с коротким перерывами на сон. Конечно, нет. Они другого совершенно плана. Они лучше, они привыкли, наоборот, там, к довольно праздной жизни. Вот. Но и, соответственно, они тоже не являются каким-то какой-то такой силой, да, которая контролирует ситуацию. Так ситуацию, как мы видим, в том числе и по мятежу Пригожина, в России толком, хотя ее пытается контролировать Путин формально, он такой диктатор, да, полновластный, но фактически толком никто ее не контролирует. Игорь Виленович, последние события в Российской Федерации показали, что король голый. По факту. Сел в лужу, если хотите. А россияне съели эту информацию, ну, то есть, особо не пропускали через себя, а просто как-то пропустили ее, ну, то есть, абстрагировались от нее. В общем, что произошло с мнением россиян относительно власти действующей? Ну, большинство населения абсолютно аполитично. Это есть миф о том, что вот она активно поддерживает Путина. Нет, оно абсолютно аполитично, большинство населения. Оно просто вообще не напрягается в мозги для того, чтобы как-то проанализировать текущую ситуацию. Они как данность принимают то, что им сообщают сверху, пропаганда и все. Значит, поэтому на это большинство населения это никак не повлияло и повлиять не могло. На это большинство населения может только повлиять, когда их непосредственно, значит, возьмут за шкирку и потащат, например, военкомат. И то именно не на соседа, а именно на того человека, которого потащат. Значит, другой вопрос, скажем так, политически ангажированные меньшинства. Они, конечно, среагировали активно довольно. Это видно по социальным сетям, по телеграм-каналам на эти события. И надо сказать, что и провоенное, и антивоенное политическое сообщество, оно, скажем так, отреагировало, значит, отрицательно для режима и отрицательно для Путина. То есть, значит, если антивоенное сообщество и так было отрицательно настроено к этой системе, стало как бы только еще больше отрицательно настроено, вплоть до того, что теперь популярное мнение о том, что нужно ударить по Кремлю так, как Пригожин побоялся, а надо было, и надо было нам там готовить какую-то армию в таком духе. То, значит, провоенное меньшинство тоже это отразилось негативно на его отношении к властям, отношении к Путину. Я внимательно тоже мониторю его, тоже, что телеграм-канал, и некоторые, скажем так, открывают, у него некоторые закрыты комменты, а некоторые открывают комменты и даже их не модерируют. Вот там, где комменты открыты, вот эти, значит, уропатриотические телеграм-каналы, там, где комменты открыты и они не модерируются, подавляющее большинство комментов против власти, против Путина, которые Путина воспринимают как слабака, как человек, который допустил мятеж в ходе войны, который, значит, не может сместить совершенно недееспособное руководство Министерства обороны и силовых структур, которые, в общем-то, только занимаются показухой, а, значит, реальными какими-то подготовками к войне не занимаются. То есть даже провоенное сообщество, оно очень негативно по отношению к Путина сейчас после этих событий настроено. Игорь Веленович, а в связи с вот тем, что раскрыл мятеж Пригожина, могут ли этим воспользоваться как-то оппозиционные, ну, не знаю, настроенные вот те либералы, которые, ну, в основном, конечно же, находятся за границей, но дает ли это какой-то им карт-бланш? Ну, скажем, карт-бланш непонятно на что, да, они же находятся за границей, значит, но есть определенные сдвиги. Неожиданно многие либеральные лидеры, в том числе Михаил Ходорковский, особенно у него это было ярко проявлено, прямым текстом написал, что в России что-то изменить можно только вооруженные люди. И я думаю, что следующий шаг может быть усиление вооруженного сопротивления путинскому режиму, значит, в том числе и за границей, да. То есть мы знаем, что в Украине сражаются, на стороне Украины против российского путинского режима сражаются некоторые подразделения, там, РДК, Легион Свободной России. Значит, я думаю, что таких подразделений будет больше, и вполне вероятно, что следующий шаг это будет создание какой-нибудь российской повстанческой армии, которая бы с территории Украины наносила удары, ну, а может быть, совершила поход в Москву, по примеру, Пригожина, по, значит, российским, по путинскому режиму, по путинским частям. Ну, по протоптанной дорожке. По поводу, все-таки, вот вернемся к тому, что вы говорили, что Путину доносится только информация, которая его не может расстроить, по поводу этих дедушек-чиновников, которые сидят у власти. Как тогда вот такое отношение может повлиять на военные действия в Украине? То есть, получается же, это они как с закрытыми глазами себя ведут, ну, исходя из этого. Ну, да, но мы видим, что особенно это было заметно на первом этапе войны, когда они совершали совершенно чудовищные ошибки во свои военные, стратегические, фактические, какие угодно. Помните, да, безумный поход на Киев, как они там все заостряли где-то в грязи, значит, огромные колонны какие-то, потом отрапали оттуда с позором, знаешь, ну и так далее, куча таких примеров было. Значит, ну вот они вот в обороне, единственное, на что у них хватило, да, это вот окопались крепко в обороне, чтобы их тяжело выпить. А ничего, ну, как бы стратегически, никакого успеха у них быть не может. И в том числе и потому, что они адекватно воспринимают ситуацию, и на они адекватно просчитывают риски и так далее. Ну, есть ведь партия власти, она наверняка вот ту самую власть терять не хочет, Единая Россия. Каким образом сейчас они попытаются представить ситуацию, возникшую и происходящую сейчас в России, ну, так, чтобы себя показать в прекрасном свете? Не, ну, конечно, они уже активно пытаются представить поражение как победу, а, значит, неудачу как успех. Они пытаются заявить ни больше, ни меньше, что это вот Путин, и, кстати, Путин сам тоже этим занимается, что Путин и эти его старички-силовички, что они спасли Россию от гражданской войны. А, то есть это их победа, получается, которую они пытаются преподнести, не имея успехов на фронте. Хорошо, но они все-таки продолжают терроризировать мирное население, убивать людей. Мы Краматорск, да, вот Херсон, Сергеевка, когда они попали в школу и убили там учителя и главного бухгалтера. Но, опять-таки, не можем не сказать о заминированной запорожской атомной электростанции. Вот эти старички-силовички, тот же Путин, который слепо принимает, исходя из этого, свои решения. То есть, ну, они же продолжают разрушать и продолжают совершать террористические акты, что может этому помешать? Ведь они тогда не ведут, что творят, получается. Да, ну, это, как говорится, дурное дело нехитрое. Террористические акты, они совершать умеют, имея определенный набор ракет и прочего оружия. Это не так сложно. Значит, чему этому может помешать? Помешать это может только одно их военный разгром, военное поражение. Я думаю, что военное поражение может стать детонатором следующего пуча, следующего переворота, который окончательно их похоронит. Вы рассчитываете на следующий путь? Ну, то есть, есть предпосылки, говорящие или указывающие на то, что он может произойти? Ну, очевидно совершенно, потому что, понимаете, если государство нестабильно, если оно, очевидно, не может защитить себя, если власть, по сути, валяется под ногами, что какой-то бандюган, да, с несколькими тысячами других бандитов может захватить пол России и идти на Москву, то в этой ситуации, безусловно, такие вещи будут повторяться. Понимаете, государство это как механизм такой, как аппарат, да, если у вас есть, например, машина или телевизор, и вдруг она сломалась, да, значит, и кое-как вы ее починили, опять едете, но она уже старая, значит, изношенная, естественно, что она будет ломаться и дальше, и дальше. То же самое и с государством. Это государство недееспособно, как показал этот пуча. Оно изношено, оно неэффективно, оно не может противостоять вызовам. А вызовы есть и будут нарастать, потому что ни больше, ни меньше. Так бы оно еще, может быть, как-то, значит, просуществовало по инерции, но это недееспособное государство ведет полномасштабную неудачную войну. Естественно, что это все может закончиться только одним. Это государство должно просто обрушиться. А кто еще может воспользоваться, или кто еще хочет воспользоваться тем, что эта власть плохо валяется, ее можно подобрать, то бишь, кто может быть вторым организатором похода на Москву? Я считаю, что Вагнер вне игры, вроде как. Ну, во-первых, Пригожин жив-здоров, и, значит, ничего с ним не происходит. А пока он жив-здоров, что называется, и он недалеко, и он или в России, потому что его там тоже видели, или в Беларуси, то есть совсем недалеко от России. Значит, естественно, что он, это отнюдь не битая карта еще, абсолютно. И вот я думаю, что он еще... Более того, Путин совершил ошибку серьезную. Мафия в мафии, а в российской власти это мафия. В мафии такие ошибки не прощаются. Они приводят к роковым последствиям для тех, кто их совершает. Врага, как известно, в мафии нужно добить. Самый опасный враг, это недобитый враг, потому что он зол, он имеет тот же опыт, он уже знает, как вести себя, и он будет опять мстить. То же самое, я думаю, пригожен абсолютно. Следующий его заговор, если его не убьют в ближайшее время, я думаю, этот заговор неизбежен, возможно, сейчас представляют. Я думаю, будет другим. Это будет не пафосный какой-то поход толпы головорезов на Москву, а в более классическом для России стиле некий тайный заговор силовиков с целью устранения верхушки, во-первых, силовых структур, а во-вторых, Путина. И я думаю, что участвовать в этом заговоре, у него же множество людей пригожено прикормлено в разных силовых структурах. И случай Суровикина, это просто верхушка Айсберга, это просто всем известно. Действительно, там таких Суровикиных-то полно, которые у него на содержании давно сидят. И более того, они мотивированы тоже участвовать в таком заговоре. Почему? Потому что эти старики-силовички, я имею в виду первые лица, все эти Патрушевы, Бортниковы, Шойгу, Герасимовы и прочие, они никуда уходить не собираются. Они будут, если их не выкинуть, они будут лет до 90 сидеть на своих местах. А, соответственно, среднее звено, те, кто на втором плане, карьера для них закрыта. И такой переворот для них единственный шанс на карьерное передвижение. Скинуть первых лиц и стать самими первыми лицами государства. Я думаю, пригожен может на этом сыграть и устроить еще один заговор или переворот. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Игорь Виленович, спасибо большое за комментарии, спасибо за вашу оценку ситуации. Игорь Эйдман, социолог, политический эксперт, был с нами на прямой связи.